В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Лена Эпштейн. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Повышение тарифов на коммунальные услуги в июле этого года обсудят на выездном заседании Госсобрания Крултая Республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Депутаты встретятся на площадке Затонской теплоэлектростанции. Кроме того, на повестке обсуждения вопросов защиты прав жителей Башкортостана на предоставлении жилищных и коммунальных услуг частными ресурсоснабжающими организациями. Отмечу, Затонская ТЭЦ строилась в течение 10 лет с 2008 года. В 2010 году работы остановились и не велись вплоть до смены собственника и возобновились в 2015. Мощность станции 440 мегаватт, коэффициент полезного действия 48,5%. Станции сравниваем мощности не вводились в республики уже 40 лет. Налоговые поступления в Башкортостане за 4 месяца этого года выросли почти на 44%, до 147 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным регионального управления налоговой службы, в суммарном выражении рост составил 44 миллиарда рублей. В федеральный бюджет поступило 76 миллиардов, рост на 23 миллиарда или на 44,3%. Поступление в консолидированный бюджет региона 21 миллиард или чуть более 52%. 28,5% поступления обеспечил налог на добычу полезных ископаемых. Почти 26% налог на прибыль организации. Без малого 14% налог на добавленную стоимость. Акцию заобеспечили 13,2%. Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование в Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами, с начала года составили 30 миллиардов рублей с ростом чуть более 11%. Самые красивые жительницы республики готовятся к финалу регионального этапа национального конкурса красоты «Миссис Россия и Вселенная-2018», который пройдет в Уфе. Сегодня проходит день антистресс в развлекательной части «Игра в лазертак». Участницы женщины от 18 до 45 лет. Победительница конкурса «Миссис Башкортостан Россия и Вселенная-2018» представит республику на национальном этапе конкурса в Москве. В составе жюри – актеры, певцы и звезды телевидения. Финал регионального этапа пройдет на площадке концертного зала «Колизео» развлекательного комплекса «Огни Уфы» 17 мая. Генеральный информационный партнер – телеканал РБК Уфа. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро синхронно подорожали. Курс доллара незначительно увеличился на 3 копейки и оценивается в 61 рубль 76 копеек. Евро в плюсе на 42 копейки – 73,94. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в банке Нейва за 61 рубль 65 копеек. Продажа также в банке Нейва и банке Юнистрим за 61,94. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в банке Нейва за 73 рубля 95 копеек. Продажа в Акбарсбанке и банке Нейва за 74 рубля 19 копеек. Это был утренний выпуск новостей на телеканале РБК Уфа. Смотрите наши выпуски в течение дня.